В ходе азиатской торговой сессии в понедельник курс доллара слабел по отношению к своему европейскому конкуренту. Драйвером для нового роста единой валюты стало беспокойство инвесторов по поводу слабых данных из США, которые могут заставить ФРС замедлить темпы сворачивания стимулирующих программ. Эти опасения подтвердил и пятничный отчет по объему промышленного производства в США, который продемонстрировал максимальный с мая 2009 года темпы снижения показателя. Евро-доллар в ответ на это протестировал уровень 1,3724, но дальнейшей поддержки не получил и завяз в плотном и узком диапазоне, вблизи достигнутого максимума. Пустой экономический календарь и отсутствие на рынке в связи с праздником американских инвесторов вызвали нулевую активность торгов в условиях тонкого низколитквидного рынка. С технической точки зрения пара по-прежнему выглядит перекупленной, и отсутствие прогресса в ее восходящем движении может спровоцировать коррекционный откат евро в направлении линии поддержки 233-дневной скользящей средней. В нашем прогнозе на вторник предполагаем новую попытку валюты протестировать на подъеме уровень вчерашнего максимума 1,3724. Далее ожидаем развороты и возобновления снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,3694, 1,3670, 1,3645 и, возможно, к 1,36.